МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня для этой краины головная унификация законодательства. На протягу 10 месяцев необходимо привести его в ответственность законами других краин. А тому додатковые консультации не перешкодят. Мы должны выработать национальное законодательство в области защиты населения территории. Вот мы сейчас планируем обсудить данный проект технического регламента. Коллеги чрезвычайных ведомств России, Казахстан, Беларуси, они уже имеют опыт. Сироту-денегов сустречи не только керевники воротовальных ведомств, а и представники навыководоследженных центров и отделов инновационных развития. Миновитые иные робят справоздачи об опошенных распроцовках у сферы обороны населения от надзвычайных ситуаций. Причем белорусский бок только одной тематикой не обмежевывается. Республика Беларусь представляет три своих основных направления. Это первое – спасательная техника, технологии для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Второе направление – это средства предупреждения ЧАЭС. И третье – это именно образовательные технологии подготовки населения и специалистов аварийно-спасательных служб действиям чрезвычайных ситуаций. У дейники посяжения Объединенного науково-технического совета Краин Евразийского экономического союза Перекананы сегодня необходимо больше активно выкористовывать максимум информационные просторы. По великим рахунку, калю володость оперативной информации, шматые какие-то надзвычайные ситуации можно попередить задолго до их возникнения. У Центры стратегических доследований Громадзянской обороны Министерства по надзвычайных ситуациях России, например, пропонуют больше активно выкористовывать максимумы с подорожников. Тут в уголе литерально космичные перспективы. В привычных нам наводнениях, пожарах лесных, других бедствиях, они нам дают картину объективную. Но мы хотим двигаться дальше, и в том числе в такой экзотической отрасли, как предупреждение падения астероидов и метеоритов на Землю. Это очень серьезная программа, требует международной координации, требует больших финансовых затрат. Но разработки ученых в этой связи есть, Россия собирается начать ее реализовывать. И, естественно, это пол для того, чтобы эту информацию делиться с нашими коллегами, партнерами, соседями. Алексей Нечуров, Валерий Гопаньков, телерадо «Компания Гомель». Неоглядяши на надзвышайные тяжкие умовы на двор, аграры Гомельшины зарабили усеу махшимое, как отримать годный ураджай. Такое меркование выказал сегодня намесник старшинника Митета по сельскох господарцей и харчаванне Гомельского обл. Ваканкама Иван Сидаренко. В передаче задай пытание уладзе на хвалях «Радо Гомель плюс». Галунной темой эфиру стали задачи агропромыслового комплекса, от выканания яких залежить харчава безпека региона. Гэтым летом аграрам пришлось опрацавать у вельми наплуженных умовах. За устолевой засухи и отсутности дожжо господарки не смогли отримать урожай у запланованных объемах. Тем не менее, валовый сбор сборжевых склау 1 млн 85 тыс. тонн. А у Гомельским, Ветковским и Петриковским районах отрималась операвысить показчики минулого года, який был наибольшим спрояльным для рослиноводства. Мы рассчитывали получить урожай зерна не ниже уровня прошлого года, но в связи с вот этими погодными условиями мы вели наблюдение за состоянием растений и принимали оперативное решение с тем, чтобы максимально получить продуктивность каждого гектара земли. В области у нас отработана оптимальная структура посевных площадей и аграрами сделано все, чтобы иметь достойный результат. 20 листопада отбудется промая телефонная линия со старшинёй Комитета Державного контроля Гомельской области Александром Алексеевичем Атрошенком. А звонки будут приниматься с 11 до 12 годин по номеру телефона у Гомели 71-69-89. У век информационных технологий частка профилактичных мероприемств с реальной просторы переместилась в интернет. Особливо актуально это для працы с молодью. Как я навядиться, в метах смешения негативных тенденций сярод молодых людей, это пытание стало галонным на семинары, которые отбываются в Гомельске Мабл-Выконкаме. У СУЧС темы обраны и формат мероприемства, видеоконференция. До обмеркования подключились специалисты с Брагина, Буда Кашелёва, Ветки, Добруша, Ельска. Уся год 21 регион. Сярод удельников семинара – проставники УЛАДы, инспекции по справах неполнолетних, сферы адукации и громадских организаций. У метах профилактики негативных заяв у молодежной мастер-роди только активистами БРСМ у социальных сетках ведется больше, чем 40 тематичных групп. У лику их подписчиков 43 тысячи человек. А кроме того, на семинары обвешено об запуску особного сайта, где будут размещаться правовая информация, материалы патриотичной накированости, известки об молодевых проектах. На им же подлетке смогут анонимно отримать консультацию психолога. Этот ресурс очень масштабный. И один, два, три человека, которые сидят в кабинете, они не смогут его наполнить. Но этот ресурс хорош тем, что мы к нему можем привлечь общественность. То есть любой желающий может посетить этот сайт. Там есть раздел «Оставить информацию», «Оставить заметку о своей какие-то деревушке», фотографии, информацию разместить. И тем самым, благодаря всем этим людям, мы сможем наполнить этот сайт. И чем больше там будет информации, соответственно, тем больше там будет и посетителей. Завтра Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельска Гарвы Конкама проведет кирмаш вакансий. Кожный жадающий сможет отримать информацию об наявности свободных рабочих мест на предприемствах города, часовых и оплошиваемых и романских работах, консультации по пытаниях социального обслугования и профессийного навучания. Кирмаш вакансий отбудется с 10 до 12 годин по адресу улица Пролетарская, 18. Участковые милиционеры Гомельшины приняли веншаванье с профессийным святом, якое что год означается 17 листопада. Урочистые мероприемства с этой нагоды отбылось в Управлении внутренних справ Гомельского облаконкама. Служба участковых, уповноваженных в системе органов внутренних справ была утворена в 1923 году. Дареша, ее аналог иснавал и в Древолюционной России. Полицейских с этой категории тогда называли участковыми приставами. Уменьшаванье, хакей прогушали со сцены, означалося галуны особливой службы и ее максимальная близкость до насильництва. А тому и ставлення грамадян до милиции уагульным, оценка и роли шматушым залежит от того, як працой участковый инспектор. Супрацовники, хакей досягнули левших покажиков службовой деянности, были означены узнагородами Министерства и Управления внутренних справ. Участковый на своем участке – это министр внутренних дел, который решает практически все задачи. Все задачи – это и раскрытие преступлений, и предупреждение работы с социальными лицами, то есть поддерживать постоянный правопорядок на обслуживаемой территории. Поэтому служба очень важна, и от того, как работает участковый, конечно, зависит много. На площади Ленина у Гомеля распочалась установка головной новогодней елки в области. Ей вышиня будет складать 31 метр. Монтаж столевых конструкций, так само штучного зеленого убрания, плануется завершить до пятого снежня. После шага елку пошнуть упрыгоживать ярляндами. Управатности самая великая ярлянда будет складаться с 300 элементов – золотистых шаров и снежинок. Святошная элиминация будет находиться и на всей территории площади. Прикладно, да сярыдзены снежни, все повинно быть готово до проведения ритуала запаливания елки. Дарай шагалоны новогодней символы, оригинальные конструкции будут усталяваны во всех администрационных центрах города. Заслуженный дейш мастатства у Российской Федерации Рыгор Голодков выступил с концертной программой у Гомели. Творший вечер талиновитого аутара отбылся в областной универсальной библиотеце имя Ленина. С великой текавостью и ширым задовольнением у им проняли удел дети и дорослые. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само была сяру запрошенных на мероприемства. Заслуженный дейш мастатства у Российской Федерации член Союза композиторов, кинематографистов и театральных дейчев России Рыгор Голодков. Его часто называют дитячим композитором, и это не выпадково. Талиновитый аутар выпустил у России самую великую колькость пластинок, компакт-дисков и кассет для своих юных слухачоу. Многие музычные творы Рыгора Голодкова стали классикой. Почас творчего вечера композитора их с энтузиазмом подхопливали и дети, и дорослые. Рыгор Гладков – аутар музыки до многих широковядомых и гороча любимых советских мультфильмов и казок. Сирот их пластелиновая ворона, следствия ведут колобки, пригодиня знаки Ягося Броу, Винни-Пух, Кошкин Дом, Червоная Шапочка и инше. Головная формула этих музычных творов прививать детям Добрыню и выховывать их на становчих учинках. Дети – это не просто наше будущее, это то, кому мы передаем страну. Они сегодня дети, а завтра они у нас министры, руководители, предприятия, директора школ, учителя, врачи. И поэтому им надо передать все лучшее, что есть у нас, и то, что мы не успели сделать, и кем не успели стать. Поэтому очень важно, мне кажется, прежде всего творчество для детей. Творчий вечер Рыгора Гладкова был организован в формате концерт-хеппининг. И, накажечу, это импровизированный диалог с лядачом, когда он и сам становится удельником сценичного действия. Аутор выполнил для присутствующих свои музычные творы под аккомпанемент гитары, якою он, даречи, володая по майстерску. А дети ему в этом допомагали, як саправдные юные зорышки эстрады. Меня восхитило, как он относится к детям. Он вот в этом маленьком существе видит не то, что когда-то он еще станет личностью взрослым человеком. Нет. Он уже изначально видит в нем личность, достойное внимания. Более того, он считает, что взрослым, а многому чему можно поучиться у детей. В первую очередь, вот этому позитивному мироощущению. За годы творчей деятельности заплячима Рыгора Гладкова множество престижных премий и узнагород, однако яны, на думку аутера, далеко не самое головное его досягнение. Куды важней для композитора бачить на своих концертах захопленные вожжи своих юных слухачов и их батьков, которые, дякуючи яму, мают махчимость перенестися в чудовную краину детинства. Вероника Ворошилина, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Новинные регионы, информацию о проектах телерадио «Компания Гомель» вы можете знайти на нашем сайте и в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усего доброго и до встречи у эфира.